добрый день друзья здравствуйте наталья ну в продолжение наших с вами бесед вообще на самом деле что называется моей по крайней мере аудитории приглянулась наши с вами диалоги и в общем были вопросы и вот та тема которую мы с вами в прошлый раз не затронули а часто в частности вопросы связанные именно с медицинской составляющей сопровождение детей в школе ну действительно и я не затрагивал в силу того что я все-таки не специалист и у меня не было пока спикера который мог бы вот ну так более-менее квалифицированно на эту тему рассуждать и с точки зрения родителей с точки зрения медика вы как раз вот этот вот самый уникальный случай когда вы и медик и еще и мама активная которая занимается вот этими вопросами связанными с медицинским сопровождением наших детей в частности в школах вот давайте на эту тему сегодня поговорим поговорим на тему того вообще как это должно быть организовано это как должны быть обеспечены в том числе и безопасности медицинское сопровождение и в и в частности как это должно быть обставлено с точки зрения прав с точки зрения нормативной рамки и но и с точки зрения что называется таких естественных правильных норм да потому что но всем известно что это одна из болевых точек школы современной опять-таки в качестве такого маленького просто отвлечения есть проблема с наличием вообще квалифицированных медиков в школе да и у нас далеко не все школы обеспечены в полной мере медицинским толковым сопровождением а вот на фоне всей этой вакханалии которая сейчас звучит из разных углов там то там мы будем вакцинировать то тут мы начнем с детьми там какие-то эксперименты ставить и так далее так далее соответственно очень много ну скажем такого настороженности очень большая у родителей и вот хотелось бы сегодня как раз на эту тему поговорить давайте попробуем порассуждать о том какая должна быть медицина в школе давайте прежде всего что нужно понимать людям все наши взаимоотношения с государством в медицине базируются на одном документе информированное добровольное согласие и ds сокращенно вот это информированное добровольное согласие незаконно в нашем понимании наше мировосприятие как бы немножко маргинализировано отодвинутый на задний план мы недооцениваем важность этого документа на самом деле этот документ вообще это право подписывать информированное добровольное согласие досталось нам наследство от нюрмерского процесса. В кодексе это номер один. И если мы вспомним, допустим, многие из нас госпитализировались в стационары. Если мы будем говорить о том, как соблюдаются нормы ИДС, например, в медицине в стационарах, там они не нарушаются, там они безукоризненно соблюдаются. Мы все понимаем, что мы не сможем госпитализироваться в стационар, не подписав ряд согласительных документов. Никакие хирургические процедуры, медицинские дополнительные процедуры в стационаре не будут идти без отдельных дополнительных ИДС, бланков ИДС согласий. Что в себя включает ИДС? Это отдельная статья в законе о здравоохранении, которая полностью предписывает порядок предоставления ИДС. Это первый пункт, самый обязательный, самый важный, который сейчас дальше будем говорить, где и почему он и каким образом он упущен. Это информирование, то есть врач, медик, а в сельской местности это фельдшер, допустимо, предоставляет нам всю информацию о том, что нам предлагают. Мы можем задавать все вопросы исчерпывающим образом. И только после того, как врач все нам объяснил, мы изъявляем свою добрую волю и мы даем добровольное согласие на процедуру. Наталья, с вашего позволения сразу вопрос. Я прошу прощения, но в некотором смысле мы же, когда взрослые люди, мы с этим сталкиваемся, понятно, по мере нашей встречи с медиками, но мы во многом к этому относимся достаточно формально. Нет, я убеждена, что это не бюрократическая вещь. Почему? Потому что у нас был катастрофический, страшный, кошмарный опыт Второй мировой войны, когда мы видели, до чего может дойти человек. Он такой же человек из плоти и костей, как и мы, но какие чудовищные вещи может совершить такой же человек, как и мы. Это к нюрнбергскому процессу как раз, да? То есть, почему это корнями уходит, да? Конечно, это же первый пункт кодекса по результатам процесса. То есть, никакие опыты, никакие эксперименты над человеком невозможны, и тронуть другого человека можно только с его информированного добровольного согласия в медицине. И это большое достижение, ну, можно сказать, либерализма и гуманизма вообще, в принципе. Это единственное, что отделяет нас от произвола бизнеса, который готов нам продать ютубы, любые там красители, или, например, каких-то частных, да, государственно-партнерских каких-то частников, которые вступили с государством в отношения и, допустим, безответственны, то есть, не проявляют должной меры доброго целеполагания, так сказать, мягко говоря. То есть, это единственное, что отделяет нас от произвола каких-то других людей. Вот это самое информирование, оно соблюдается, мы знаем, в стационарах, оно соблюдается в поликлиниках. В поликлинике мы тоже, когда приводим, сейчас мы уже сужаемся до детей, приводим своих несовершеннолетних детей, мы обязательно, ведь мы не можем нашего ребенка запустить в кабинет одного без себя. Никакой врач в поликлинике не проведет, не поставит вакцину, не проведет осмотр, не посмотрит носик, ушки, не измерит температуру ребенку без присутствия родителя. То есть, там это тоже безукоризненно соблюдается. Плюс в поликлинике мы с врачом разговариваем в одном кабинете, а свои анализы, анализы ребенка, кал, мочу, мы с другой окошечко, а вакцинацию мы делаем в третьем кабинете. Почему? Потому что регламенты существуют, нормативные, санитарные, каждому документу, и каждый процесс регламентирован, как и где мы что можем делать. В поликлинике ИДС соблюдается. Отдельный момент, что мы не задаем вопросов врачу, но мы об этом уже не говорим. Юридический процесс в поликлинике соблюден. Мы рядом с врачом, находясь непосредственно в очном контакте, можем задать ему все вопросы, прежде чем поставить свою подпись. Что касается школ. Школа не лицензирована на оказание медицинской деятельности, поэтому сама по себе школа никакую медицинскую деятельность не оказывает. В школе есть кабинет медицинский, который является, по сути, филиалом поликлиники. В этом кабинете действуют все те же нормы, действует 323 закон, что и действует в поликлинике. Вопрос тогда, почему в школе? Во-первых, в детях. Наталья, простите, пожалуйста, я еще уточню, с вашего позволения, людям, родителям, которые, может быть, не въедались в эту кухню. Вот разъясните, пожалуйста, еще раз. Медицинский кабинет школы – это не территория, по сути дела, с точки зрения предоставления там медицинских услуг, это не подотчетно и даже, по сути дела, это такая, как бы, там есть некая виртуальная граница между школой и поликлиникой. То есть, по сути, это представительство поликлиники в школе. Правильно я понимаю? Школа заключает определенный договор с поликлиникой, которая обслуживает эту школу и лицензируется в кабинет. Еще раз уточню, что врач – это не врач школы. Да, вот, ну, как бы, вот это обывательское представление. Это сотрудник поликлиники. Да, это сотрудник поликлиники, к которой прикреплена данная школа. Данная школа, да, у школы с поликлиникой. Не обязательно с поликлиникой, может быть с больницей. То есть, и Филатовская, и Борозовская больница может обслуживать. И вот дальше, если мы пойдем о том, какие медицинские, вообще, как у нас взаимодействует школа с медициной. Значит, у нас есть ряд обследований, которые проводятся в школе, и мы их можем разделить на психологические и на наркологические тестирования. Тестирования, которые, имею в виду, проводятся на бумаге. Я не говорю сейчас о том, что у ребенка берут какие-то пробы биологические жидкости. Это мы говорим о разговоре о бумаге или о бумажных тестированиях. Психологические и наркологические. Вот почему их можно разделить. Потому что на сопровождение психолога мы даем согласие. Это не 323 закон, его деятельность регулирует немножко другие законы. Мы туда даем просто согласие. Но точно так же школа нам предоставляет информирование о том, что мы можем предложить вашему ребенку психологическое сопровождение. Мы должны ознакомиться с тем, какой график этих тестирований, как они будут проводиться, поговорить лично с этим психологом. То есть точно так же. Вот эта схема, она работает абсолютно везде. Информирование, выбор, дача согласия. При этом, если мы не хотим, чтобы психолог нас, наших детей, мы не пишем отказ, потому что мы просто не выбираем эту услугу. Нам предлагают у психолога. Мы говорим, да, хорошо, мы согласны. Мы задаем вопросы, получаем ответы и тогда даем согласие. А где мы только даем другой тип согласия? Вот именно ИДС у нас включается в обследование в школе. Это наркологические обследования. Вот именно они должны сопровождаться информированным добровольным согласием. То есть это другой бланк. Это не согласие, которое для психолога, а это именно бланк по форме ИДС, утвержденный для ИДС. Почему? Потому что наркологическое обследование, это уже вмешательство в психику, оно уже считается медицинским действием и может повлечь за собой определенные, при определенных результатах и показателях этого теста, могут последовать какие-то действия, которые уже, в общем, согласие на него дается тоже в форме ИДС. Вот это здесь. Наталья, еще один вопросик с вашего позволения. Вот смотрите, давайте акцентируем внимание тоже наших зрителей, что вообще все, что касается каких-либо действий со стороны школы или же тех людей, которые работают на территории школы, как то, вот в частности, медики, да, значит, принцип один, да, никаких обязательных мероприятий, кроме тех, которые заложены в рабочую программу учителя, быть не может. То есть они, вы как родитель, да, подписываетесь, по сути дела, только под одну вещь, когда поступаете в школу, исполнять устав школы и исполнять рабочую программу, да. Вот это вы обязуетесь. В остальных случаях все остальные активности, которые вам предлагаются, если они не входят в, вот, не поименованы в рабочей программе, они происходят по, ну, грубо говоря, должна происходить обратная ситуация. То есть вас должны попросить в этом поучаствовать. И вот тогда вы даете свое согласие в случае с медициной, информированное добровольное согласие, в случае с психологом, соответственно, согласие на работу с психологом, в случае, не знаю, там, проведения какого-то мероприятия, поездки куда-то там, значит, не знаю, в театр, да, то же самое, вы даете согласие на то, чтобы ваш ребенок туда поехал. Это может быть в устной форме в некоторых случаях, в некоторых случаях обязательно письменная форма. Вот, я просто хотел бы акцентировать вот этот вот важный момент, да. Давайте теперь по поводу, вот, все-таки, собственно, вмешательств, да, или как медицинских, да, процедур. Да, и вот, если мы, да, до сих пор мы говорили об обследованиях, а теперь мы говорим о конкретно медицинской деятельности, которая может производиться поликлиникой на территории школы. И здесь у нас уже, мы сразу, нам очевидно, становится нарушение. То есть почему-то, если в поликлинике мы не можем запустить нашего ребенка без себя в кабинет, и он там нам вынесет из кабинета какую-то бумажку, мы подпишем, мы не можем себе представить, то почему-то в школе без нашего присутствия и без присутствия врача принимается решение о том, что ребенку нужно провести какие-то манипуляции. Ребенок нам в ранце приносит в портфеле какую-то бумажку. На бумажке не написана ни фамилия врача, который нам дает эти, который предоставил нам эту информацию, Никто нам ее не предоставляет, нас никто не информирует. Нам просто принесли бумажку какую-то, в которой даже не написано, кому мы ее даем, какое учреждение вообще нас обслуживает. Мы что-то там подписываем, там иногда даже дата не стоит. А ведь, понимаете, допустим, они как иногда оправдывают это? Но в момент манипуляции будет врач. Вот в момент манипуляции у ребенка все может и задать вопросы. Но это уже не важно, ведь уже нарушен порядок. Сначала идет разговор, сначала идет родитель, принимает на себя ответственность, выясняя все-все-все аспекты выполнения этой манипуляции. И только потом он дает подпись. А уже только потом что-то может выполняться. Плюс на ряд манипуляций, на ряд, допустим, вакцин, требуется сначала какое-то дополнительное обследование, возможно, врачом. То есть врач всегда ведь сначала и горло посмотрит, температуру померит ребенку, прежде чем решить вообще. То есть прежде чем предложить даже родителю эту манипуляцию, врач сначала для себя принимает решение. А в принципе этому ребенку я могу сейчас предложить вот эту вакцину сейчас, например, или вот это вот медицинское исследование. Он сейчас вдруг, мы у него сейчас увидим отделяемый из носа гнойного характера, а мы у него сейчас увидим горло какое-то гиперемированное. То есть врач должен, прежде чем вообще дать нам бланк подписать ИДС, сначала самостоятельное решение принять. В школе всего этого не производится. Дальше. Санитарные все эти нормы. В поликлиниках это разные кабинеты. В школе это один кабинет. Мы туда ИКО принесем, мы там ИКО сделаем, мы там вообще все сделаем в одном кабинете. Где вообще закон? Почему закон уходит из этого? И что касается вакцинации сейчас. Детям старше 15 лет разрешено давать согласие самим, без присутствия родителей. И тут тоже. Как происходит нарушение? Классный руководитель на уроке просто раскладывает на парты подросткам вот эти вот бланки. Понимаете, это делает авторитет. И этот ребенок в данный момент, он, насколько бы он ни был уже сознательный, он все равно может не понимать, что ему сейчас нельзя делать эту манипуляцию. Может быть, он перенес какой-то урвии 10 дней назад. Может быть, он даже и маме-то особенно об этом не сказал. А может быть, они лечились в частной где-то клинике, и в системе ЕМИАС нет данных о том, что он болел. Мы не знаем сейчас, какое состояние ребенка, и может ли он подписать самостоятельно. Пусть он даже закон его уже уполномочил самостоятельно принимать это решение, но мы понимаем, что все равно должно сначала врач, сначала с ним должно смотреть его и решить, можно ли ему это делать. Но опять-таки поставить ему в известность, какие возможные риски и так далее. Конечно. То есть процедура все равно, получается, да, должна быть проведена и в отношении ребенка, который сам принимает решение. Конечно, естественно. То есть он должен тоже задать все вопросы и спросить. Но поскольку тут включается авторитет, учитель просто раскладывает на парты листки, и ребята их подписывают. Вот поэтому мы должны требовать устранения этих нарушений. Потому что даже вот на уровне ИДС, мы его незаслуженно, незаслуженным этот документ маргинализируем, и мы не обращаем на него внимания. Это единственное, что нас сейчас защищает от самоуправства, допустим, со стороны некоторых чиновников, от со стороны некоторых недовороспорственных людей. Хорошо, Наталья. А вот такой вопрос, смотрите, все-таки есть. Это вот такая правовая сторона вопроса и организационная сторона вопроса. Но есть же и медицинская, и вопросы безопасности тоже они как бы существуют. Например, вот такая наиболее распространенная процедура, как там пробы МАНТУ те же самые. Практически каждый год все дети проходят через такого рода процедуры в школе. Их же надо проводить с другой стороны. То есть все равно, может быть, я МАНТУ не самый лучший пример, но одним словом, что я хочу сказать, что есть процедуры медицинские в том числе, которые желательно, чтобы они все-таки проходились как раз с точки зрения безопасности, с точки зрения здоровья и всего остального. Не знаю, там, недавно мне прилетел, как бы, комментарий, один из, там, значит, комментариев на тему, там, вмешательств и так далее, просто где-то в чате, относительно того, что вот без спроса родителей проверяли детей начальной школы на вши, на вши, да, на наличие. Вот. Вот эта процедура, она же, ну, с точки зрения большинства родителей, они должны быть заинтересованы, в принципе, в том, чтобы, ну, не было проблем, потому что кто-то завшивил, да, и тут же полкласса обратно, так сказать, села с этими самыми вшами. С другой стороны, есть вот эта коллизия с правовой стороной, да, то есть никого не спросили при этом, просто пришел медик и там, значит, у всех проверил эти самые прически, да, значит, кого-то, может, выловил, кого-то не выловил. Но вот как вот здесь найти грань между, вот, действительно, объективной потребностью, необходимостью и соблюдением норм, да, в том числе и вот этих вот правовых. Это очень, это самый сложный вопрос, потому что очень легко сказать, конечно, давайте разоптимизируем медицину и дадим врачей. Ведь сейчас врачей просто-напросто не хватит на то, чтобы реализовать закон, на то, чтобы реализовать процедуру ИДС, не хватит врачей, чтобы посадить их в каждую школу, в каждую корпус, все эти школы укрепленные. Их не хватает, да, но тут у нас вопрос к тому, что зачем оптимизировали тогда так здравоохранение, что врачей нет. Опять же, либо, то есть, что я еще важно не сказала, нюанс какой, который нужно вот желательно родителям тоже понимать, где мы пишем отказы, единственное, где мы пишем отказы, это только вакцинация. Вакцинацию регулирует 157-й закон. И там, если нам предлагают вакцинацию, то мы, она в ходе в обязательный национальный календарь прививок, например, либо по эпидемическим показаниям от коронавирусной инфекции, вот там мы пишем отказ. Это единственное место, где мы можем написать, точнее, нас обязывает государство написать отказ, если мы отказываемся, это вакцинация. Во всех остальных случаях мы выбираем это и подписываем согласие, либо не выбираем, и тогда ничего не делаем. Но что касается присутствия врача в школах, многие родители, конечно, родителям спокойнее, когда в школе, если они знают, что в школе есть врач. Но сейчас так законно, не лицензирована школа сама на медицинскую деятельность. Учитель не может проверить на вши. Закон действует сейчас так, что должен врач сначала собрать согласие с родителей, а потом проверить детей на вши. Тут два есть каких-то пути, они оба не идеальны, тут нет совсем идеального решения в условиях тех, что нас оптимизировали. Либо вы в школу, пожалуйста, открывайте двери и пускайте родителей в школу, потому что в присутствии родителя должно все это проводить. Потому что родитель отвечает за ребенка до 15 лет, родитель подписывает ИДС. Не ребенок нам в портфеле принес, а родитель с врачом поговорил и подписал. Либо убирайте из школы, переносите это все в поликлинике. Но тогда поликлиники, конечно, взорвутся и лопнут, потому что поликлиники и так работают на пределе, и так там большие потоки. То есть решение тут сложное, но... То есть на самом деле на сегодняшний момент вот эта вот проблема, она, ну, стоит в позиции как бы нерешенной, неразрешенной. То есть обеспечить нормальную, законную схему школа зачастую не может, в силу там всяких обстоятельств. А с другой стороны поликлиника тоже не может обеспечить нужного количества врачей, которые бы обеспечили ту самую законную... Мы не знаем, может или нет, понимаете? Дело в том, что пока мы молчим и принимаем вот эти вот, смотрите, те уровни, которые должны это решить, они как-то по умолчанию просят нас просто войти в их положение, пожалеть их. И вот они нам говорят, ну, извините, как на круглом столе, когда Анна Швабауэр рассказывала о том, что как у нас плохо все с интернетом, как у нас плохо все с учителями, министр цифры сказал... Ну да, да, министр, министр, да, сказал, что денег нет. Да, сказал нет. Да, у нас денег нет, денег нет. Она четко отвечает, но это нарушение конституционных прав. То есть, извините, прежде чем говорить, что вы поймите нас, уважаемые родители, ну, мы не можем по-другому, ай-яй-яй. Ну, что это за разговор? Нет, мы должны письменно спрашивать, мы должны письменно заявить. Во-первых, нас не слышат, пока мы молчим, пока мы все это вот так вот по-человечески принимаем. Ведь никто, мы не все не хотим, честно говоря, выходить из зоны комфорта и начинать что-то выяснять, и начинать задавать вопросы. Это действительно, это не такая несвойственная большинству из нас деятельность. Никто из нас, ну, не хочет. Хочется жить, вот сплыть в своей конве и всех понимать. Это нормально. Нет, хочется, на самом деле, не столько комфорта, сколько ожидаешь адекватной, значит, государственной поддержки. Да. Вообще-то, да? То есть, вот в этом смысле, да? То есть, ты приходишь в школу и хочешь, чтобы школа адекватно относилась к твоему ребенку, соответственно, выполняла все те нормонормы, которые существуют, и главное, чтобы в конечном счете не нарушала закон, потому что в итоге, ну, мы видим, что если, значит, вот что боятся родители, вот реально чего боятся, это то, что завтра, так сказать, по вобновению палочки имени Гинсбурга, так сказать, начнут там, не спрашивая никого, взять, значит, эту самую вакцинацию, реализовывать, возьмут. Вот это вот действительно реально пугает родителей. Это объективное... Именно поэтому и начали включаться, конечно, потому что до сих пор то, что за эти буквально десятилетия процедуру ИДС обнулили, мы привыкли, что дети нам в портфелях приносят эти огрызки, эти бумажки. Мы привыкли, нас приучили к этому. И тут сложно даже подумать, не подумать так, а вот не специально ли это все было сделано. То есть нас приучили абсолютно игнорировать, забыть вообще о том, что есть этот институт ИДС, о том, что есть целая здоровенная статья с кучей пунктов, частей, посвященная в законе о здравоохранении в 323-м, посвященная информируемому добровольному согласию, по-моему, 20-я статья. И сейчас, когда мы вдруг увидели, мы вдруг все проснулись, когда увидели, что продолжая нарушать ИДС, так как продолжали десятилетиями нарушать ИДС до этого, термометрия тоже должна быть через ИДС, любые осмотры детей тоже должны быть через ИДС, любые обследования все должно быть через ИДС. Ну, я напомню вам, с вашего позволения, вот очень интересный тут казус, да, тоже в Москве, вот с этим вот экспериментальным проведением тестирования в пилотных школах, да, там же, ну, да, это же отдельный анекдот, что они сейчас после Нового года перестали это делать. Перестали, да. Да, да. Причем перестали это делать, как бы, ну, просто вот, ну, просто перестали. Да, просто перестали. Мы просто не делаем, да. То есть ничего не отозвали. Причем решение суда было о том, что, дескать, якобы... Это законно. Да, якобы это законная, так сказать, процедура, а в итоге все равно просто прекратили это, так сказать, вот с января производить эту деятельность. Но она-то на самом деле, совершенно очевидно, тоже медицинское вмешательство, причем на которое толкали... Толкали учителей. Да, то есть учителей, неподготовленных специально, ну, как бы, не имеющих на это права. То есть вот тут вообще, так сказать, нарушение на нарушение. И как вообще учителя на это соглашались, для меня загадка. Вот ко мне бы подошли бы, так спросили бы, ты будешь там к детям лезть с палочкой в нос? Я бы сказал, идите лесом, друзья мои. Вот хоть увольняйте, но не буду. Да, то есть учителя на это, так сказать, идут со словами, что да, ничего страшного. То есть вот посмотрите, вот эта вот история про все время какое-то нивелирование всех принципиальных позиций, которые вообще касаются здоровья. То есть вот там бумажка, ну, вот какая-то бумажка там формальность, да, значит, процедура, да, ничего страшного формальность и так далее, и так далее. У меня вопрос другой. А какую ответственность несет государство вот в случае, если что? Что дальше? Нет, ну, поскольку школа обслуживает медицинская организация, несет ответственность медицинская организация. И тут дальше уже просто нужно выяснять, давал ли родитель вообще, проведена ли процедура правильно и информирована добровольного согласия или нет. И ответственность родитель, принимая на себя те риски, которые ему рассказал врач, который описал врач в своем, в этом ИДС должно быть написано, что может за собой повлечь вот это данное вмешательство. Родитель это прочитал и принял на себя и подписал. Вот тогда уже в зависимости от того, что именно случилось. Дальше надо разбираться. Оно было рассказано родителю, родитель был предупрежден. Это прописано во всех там научных исследованиях как естественное, возможно, осложнение или побочное действие вот этого медицинского вмешательства. То есть мы его можем расценить как одно из там редко встречающихся, но тем не менее встречающихся описанных мне осложнений. Либо, допустим, тут уже включаются частные такие вещи, как когда мы начинаем советоваться с врачами и начинаем понимать, что нет, например, то, что происходит с нашим ребенком, это ненормально, и давайте тогда выяснять. Тогда с поликлиникой, конечно, не со школой. Школа в данном случае... Но тут вопрос только в одном, что на самом деле все равно тогда там дальше начинается какая-то тяжба, да, и родители опять-таки говорят, ну вот, ну и бог с ними, так сказать, не буду я этим заниматься, если только как бы это не привело к каким-то совсем плохим последствиям, да, то есть проще, так сказать, отмахнуться, подписать эту бумажку в том числе, но вот здесь вопрос, где граница вот этого вот отмахивания, вот что вы можете посоветовать родителям в этой ситуации, когда вот просто ребенок приносит бумажку, да, и там, ну, говорят вроде нужная вещь, нужная процедура. Нет, нет, смотрите, с тех пор, как я вот включилась в эту борьбу и именно пошла по стратегии, которая разработана в школе 15-20, я уже никакому родителю, с тех пор, как я начала узнавать, что именно и как именно должно быть и понимать степень нарушения глубиной этих нарушений, вот я уже никакому родителю не посоветую просто подписать эту бумажку. Почему? Потому что именно касательно узкой ситуации, ну, допустим, допустим, МАНТУ, мы согласны нашему ребенку сделать МАНТУ, мы подписали, отмахнулись, но на этих маленьких кирпичиках стоит большой-большой колосс, то есть именно надо понимать, что когда мы подписали вот эту бумажку на МАНТУ, или на, казалось бы, на что-то важное, на то, что мы считаем правильным, и мы не хотим углубляться во все какие-то нюансы, ковыряться в том, что и так нельзя выполнить, тем более мы работаем, нам самим некогда приходить в школу, и даже если бы там был врач разговаривать с ним, когда мы это должны делать? Восемь вечера, что ли? И мы подписываем, отдаем. Но после этого к нам приходит принудительное ИХ-тестирование, вот это экспресс-тестирование в школы, после этого к нам приходит принудительная вакцинация в школах. То есть, к сожалению, я уже советую всем родителям, и опять же, не могу не сказать, на ресурсе школы 15-20 документы есть пакет по ИДС. И когда нам дети приносят вот этот вот огрызочек, вот эту бумажку в портфеле, существует прямо немедленно, мы немедленно пишем заявление на имя директора, прилагаем эту бумажку, и говорим, что мы не можем подписать этот документ, потому что он незаконный, нас с нами не провели ИДС, и, пожалуйста, процедура информированного добровольного согласия не проведена. И, пожалуйста, дорогой директор, сделайте так, чтобы со мной провели эту процедуру. После этого мы не пытаемся, мы не уверены, что у нас, естественно, получится разоптимизировать медицину, добавить врачей, и все наступит светлое завтра, послезавтра наступит светлое послезавтра. Но, извините, заговариваюсь, но в том смысл, что мы надеемся, что когда они начнут нас слышать, и они начнут понимать, что мы видим это нарушение, они не пойдут дальше в нем. Они уже достигли определенного уровня, который мы принимали, но они должны понять, что зона терпения кончилась, что, во-первых, мы видим это нарушение, мы в курсе, что они нарушают закон в этой части. И хотя бы дальше, вот их аттестирование, вакцинация принудительная, без согласия, хотя бы в этом, чтобы они дальше не шли, видя, что мы видим, что они нарушают закон. Вот чего мы пытаемся добиться. Нет никаких таких абсолютных принципиальных точек, что мы говорим, да, завтра мы будем от всего отказываться и поменяем систему. Очень сложно. Вы же понимаете, да, то есть у меня просто вопрос в чем, чтобы вот это вот родительское сопротивление такое, да, вот такого рода вещам, оно не переросло, ну, как бы в неконструктивное противостояние. То есть вот здесь вот я пытаюсь понять для себя в каком-то смысле, да, а где граница вот этой вот, значит, несогласия, вот в каком месте оно должно проявляться, а в каком месте можно было бы вроде бы и договориться со школой или там с медсестрой в школе на какие-то правила игры. Да, то есть вот, понимаете, вот очень тонкая ведь вещь, да, с одной стороны вроде бы действительно можно ориентироваться на добропорядочность этих людей, но они стоят все в зависимом положении. Им говорят, обеспечь там некоторую статистику, там, да, 80% там чего-нибудь, чем-нибудь должны быть там привиты, там, не знаю, значит, укушены или что-то с ними еще должно быть сделано. Да, не важно, вот завтра, так сказать, придумают новую историю какую-нибудь, все должны быть укушены. Ну, вот будут кусать, а что мы будем против этого делать, да, то есть где вот, где граница вот этого вот, ну, как, короче говоря, как вернуть в нормальную, в нормальную рабочую среду вот медицинские все услуги в школу, то есть как их вообще обеспечить нормально. Кроме того, что понятно, надо просто возвращать, просто возвращать врачей в школы, да, то есть их там просто нет. Давайте мы спросим об этом, дело в том, что давайте мы спросим об этом тех, кто пишет законы, вот давайте мы поговорим об этом с власть-придержащими, с депутатами, да, надо выносить на круглые столы, везде говорить, что процедура ИДС в школах нарушена, это неприемлемо, и компромиссов тут быть не может. Вы вот меня спрашиваете, как же нам тут достичь компромисса, с моей точки зрения, вы меня простите, сейчас никак, вот сейчас никак, то есть мы должны требовать законности, и кричать, везде кричать, что она нарушен закон, потому что, если мы еще, говорю, терпели вот эту термометрию, там что-то, или то, что мы считаем полезной и невредной. Ну, тоже многие не терпели, я могу сказать, да, то есть скандалы уже даже с термометрией были большие. Да, но все равно большинство родителей, большинство родителей все со всем соглашается и подписывает эти бумажки, но ведь теперь-то мы видим, к чему пришло, принудительно, не спрашивая нашего согласия, вот это идиотский совершенно приказ, распоряжение департаментов, на котором действительно там негде ставить клейма, там в каждом пункте нарушение закона, вопиющее, просто абсурдное, про экспресс-тестирование, про то, что это не медицинская манипуляция и так далее, там, вот оно и приходит, вот оно и приходит, и поэтому уже просто нет времени искать компромиссы. Вот, уже не осталось возможности. Нет, я не о компромиссах, Наталья, я не о компромиссах, я пытаюсь как бы проиграть ситуацию с точки зрения не поиска компромисса, а приведения в порядок, вот, то есть вот как сделать так, чтобы родители могли, ну, гарантированно, да, ожидать от школы адекватной, значит, законной деятельности, от поликлиники, да, от всего. Два способа, два способа, либо откройте школы, пустите родителей в школы и создайте такой порядок, чтобы родители могли прийти в свое свободное время и поговорить с врачом, и тогда добавьте врачей в школы, либо уберите из школ эти медицинские манипуляции, оставьте школам то, что они должны охрану здоровья, согласно там и Конституции, там и законам 273, школа должна охранять здоровье обучающихся, там определенное, да, все, что касается биосреды и так далее, там, высоты парт и все остальное, что прописано. Вот охрана здоровья пусть останется в школах, а медицинские манипуляции пусть тогда уйдут из школ в поликлиники, тогда разоптимизируйте, откройте, ну, почему десятками тысяч сокращены поликлиники в России, тысячи, десятками тысяч сокращаются больницы и поликлиники, сокращаются колька места, но, естественно, о чем мы говорим, а как они будут соблюдать ИДС, если они за последние, там, десятилетия, несколько десятков тысяч закрыли поликлиника, больницы, естественно, вот мы о чем должны им говорить, что мы просто не согласны дальше с такой ситуацией, мы просто не хотим терпеть дальше такую ситуацию, потому что мы терпели, и вот оно к чему привело, привело к тому, что нас не спрашивают. На самом деле ситуация очень понятная, что у нас, вот, в принципе, не существует сейчас какого-то системного планирования и управления, то есть каждое ведомство занимается своими делами, да, вот, Министерство здравоохранения, отвечающее, по сути дела, за медицинские кабинеты в школах, значит, занимается тем, что экономит деньги, да, пытается экономить, да, значит, на ставках, на всем остальном, и это идет в противоречие с естественными нуждами школы, ну, в прямое противоречие, да, и вот здесь, конечно, а при этом со стороны школы и со стороны родителей задать этот вопрос не получается, потому что это другое ведомство, приходишь в комитет по образованию или там в департамент образования и говорят, а это не к нам. К пуговицам претензии есть, да. Касательно ИДС, да, ну, по ИДС есть, определенно, у нас уже наработана просто схема, куда мы обращаемся поэтапно. Мы обращаемся в приклинику, в гросс, по кредитику. А что вы делаете, да, давайте вот, опишите эту процедуру, и я, кстати, напомню, что в описании к этому видео мы положим обязательно презентацию, да, с которой вы работаете, там, я так понимаю, что все ссылочки, все материалы по этому поводу есть, да, вот, все-таки поэтапность, расскажите, как вы действуете в случае возникновения. Да, вот сейчас я прямо открою, у нас есть определенный документ по информированному добровольному согласию, он очень важный, очень важный, мы его везде позиционируем, как, ну, наверное, самый важный сейчас из всех наших пакетов. Начинается он с того, сейчас я карантины тут пролищу, пролистаю карантины, секундочку. Что мы делаем? Первый пункт, отправляем заявления, то есть мы отправляем ряд заявлений. Но вся наша стратегия, надо в целом сказать, она зациклена на том, что мы отправляем бумажные заявления. Почему мы занимаемся этой рутинной, противной бумажной работой, которая никому не близка практически из нас, и никому она неприятна? Потому что нам нужна фактура, потому что сообщение в смске или звонок по телефону, это не юридическая фактура, это не юридический акт. Мы запрашиваем школу, действительно ли все происходит именно так, школа нам отвечает, и вот этот официальный ответ школы или какого-то ведомства, это и есть фактура, с которой можно идти дальше. Без вот этой фактуры, без этих ответов из инстанции, невозможно сделать дальнейшие юридические шаги и пытаться восстановить эту систему. То есть, вот сейчас читаем, первое, что мы делаем, отправляем заявление в больницу-поликлинику, которая обслуживает школу. Информация об этом должна быть на сайте, какое именно учреждение медицинское обслуживает школу. Затем прикладываем данное заявление как приложение к заявлению на имя директора и отдаем директору. Либо относим к секретарю, либо можно послать через официальный электронный адрес школы, сопроводив фразы. Прошу зарегистрировать соответствие с ФЗ 59 и прислать мне номер входящей корреспондент. В пакете 15-20, вот там есть и заявление, которое размещено, ссылка на заявление, чтобы его скачать образец под себя, и заявление директору. Дальше. После этого отправляем в Роспотребнадзор, в Рособранадзор запросы. Потом еще у нас есть ряд запросов по ЭДС министерства, Кравцову, потому что мы отправляем туда и получаем от него определенную констатацию факта. И дальше по пакету уже лидер стратегии, оцениваясь на том, что нам отвечают, дальше уже формируют дальнейшие... Но опять, вопросы вы задаете, получается, по инстанции в Министерство просвещения, и... Снизу вверх, да. Нет, я имею в виду, что это же как бы все-таки не их епархия, если мы говорим про медицинское сопровождение. Как они могут вам на это ответить? В Министерство здравоохранения вы тоже, наверное, заобращаетесь? Правильно я понимаю? Естественно, и в Роспотребнадзор, и в Министерство здравоохранения. Вот начинают, я просто сказала, с чего начинаем. Мы начинаем с заявления в поликлинику, и это заявление в поликлинику прилагаем и отправляем директору. Вот это первые шаги. После того, как мы их получаем, дальше там по пакету мы ведем все выше и выше, прикладывая предыдущие ответы. А к чему потом в итоге вы, ну, по вашей практике, чего добивались, да, к чему приходили? К тому, что детей, которые, детей родителей, которые шли по этой стратегии в 10 пилотных школах не трогали. То есть те родители, которые в нашем админском чате, и те, которые шли по стратегии Киры, писали все эти документы, их детей не трогали. Мы это знаем. Вот к чему мы шли. То есть администрация уведомлена нами о том, что мы в курсе, что нарушается процедура ИДС. И мы требуем у администрации прекратить это нарушение в отношении наших детей. И поэтому, когда в какую-то школу, которая до сих пор пилотной не была, вдруг приходит вот это, допустим, в будущем, приходит вот это вот решение, директор школы уже знает, какие родители заявили о том, что ИДС в отношении их детей нарушена. И, как сказать, усугублять свою вину, то есть усугублять, брать на себя еще большую ответственность, понимая, что родители понимают, где здесь нарушены законы, мы рассчитываем, что администрации школ не будут. Слушайте, ну у меня есть такое, не знаю, может быть, неправильное ощущение, но вот то, что в Москве прекратили этот эксперимент, может быть, это как раз результат в том числе и вашей деятельности. Не только то, что там... Департамент образования и здравоохранения Москвы, там, возможно, что тоже есть шансы проиграть. Может быть, они из этих соображений, как раз из-за того, что люди слишком активны, все-таки решили тормознуться. Отчасти, конечно. Общественность работает, и они же видят, что мы работаем. Они же видят, что... Еще раз, да, как... У нас сейчас римское право, да? Как римляне древние говорили. Тебя нет, пока ты молчишь. Все. Ты отсутствуешь, в принципе, то есть, рога нет, акробама, да? Пока ты не высказался, тебе не существует. Вот и все. А мы высказываемся, что мы есть, мы в курсе. То есть, они соблюдают наши права. Хорошо. Вот если... Давайте резюмирую, да? Если у вас в школе возникает какая-то странная история. В очередной раз приносят бумажку из портфеля, ребенка высыпается, среди прочих тетрадок высыпается какая-то писулька. Вы рекомендуете просто сразу ее, как бы, отправлять обратно или что? Конечно. То есть, мы сейчас, мы ее не подписываем ни в коем случае, потому что это незаконная бумажка. Мы не можем подписать обо что. Мы пишем, есть определенное, опять же, в наших пакетах, есть заявление на имя директора, которое мы отправляем, приносим лично или отправляем через электронную почту SCAN, прилагая в качестве приложения вот эту бумажку. И мы пишем, почему, уважаемые директоры, это незаконно. И потом бедная несчастная, значит, медсестра вместе с директором, посидевшим от ваших усилий, не знают, что с этим делать. А им надо план сделать. Как они потом? Они вас приглашают на какие-то беседы или что? Как вы потом находите общий язык? Вы знаете, очень по-разному, очень по-разному. То есть, вот у нас в нашей школе не получается пока продуктивного сотрудничества с директором. Вот, хотя он звонит. Нет, а что он делает? Вот вы отказались. А что он дальше делает? Злится? Дело в том, что... К сожалению, тут... Ну да, да. Потому что директор пишет отписки нам в ответ. Директор пишет отписки. Мы просто... Нашим детям не выполняем эту манипуляцию, но мы получаем от директора отписку через 30 дней. А вот с ней мы уже жалуемся дальше в Роспотребнадзор. Вот с этой отпиской. То есть, пока что мы просто, написав это заявление на имя директора, мы просто... Ну, пока нашему ребенку не выполнят это вмешательство. Как быть тем родителям, которые хотят, чтобы... Выполнили это вмешательство? Ну, что я тут могу сказать? Либо соглашайтесь, что ваши права нарушаются, и подписывайте эту бумажку, и вашим детям выполнят это вмешательство. Либо пытайтесь... Получите эту же самую процедуру просто законно. Ну, на вашей практике вариантов приглашения вас к медицинскому работнику за проведением всей этой процедуры в вашем присутствии, либо полноценное проведение процедуры с соблюдением всех норм, такого не было? Пока что нет. Я не слышала. Нет, пока я не слышала. Я, может быть, потом еще спрошу, и вам что-то другое скажу, но вот пока я не слышала, чтобы где-то вдруг школа нашла врача. Я даже в нашей поликлинике наш участковый педиатр, услышав от меня об этой нашей деятельности, говорит, ну, хорошо, а как вы вернете это в школу? Вы хотите вернуть это, в смысле, в поликлинике? Вы хотите это все вернуть нам? То есть у нее... У нее шок, да? Конечно, такое изумление и шок. Да, как это мы все? Мы не справимся. Мы не справимся, потому что понятно. Вопросы просто, да, к нашим властям. Зачем они так заоптимизировали медицину, что они не могут выполнить собственные законы? Вот есть законы, а выполнить их не может правительство. Ну, так это вопрос... Не мы должны решать ведь, понимаете, эти проблемы. Это они должны решать эти проблемы. Согласен. Они ведь нарушают это еще и при злостном нарушении САМПИНов и вообще законов за здравоохранение. И статьи 41 о защите охраны здоровья наших детей нарушаются при реализации ЭОДТ, электронных образовательных дистанционных технологий. Ну, это отдельная большая тема. Да, давайте мы ее сегодня не будем. Давайте. Ну, резюмируем, да, вот попробуем резюмировать всю эту историю, что на самом деле, вот, ну, я надеюсь, действительно, что вот эта активность и ваша, в том числе, и других родительских групп, и тех известных общественных организаций, которые, значит, выступают за защиту прав... соблюдение медицинских, на самом деле, нормативов, да, за защиту прав детей в школах в части реализации вот этих медицинских каких-то там концепций новых, да, привлекло внимание, все-таки, я думаю, что довольно широкое, и, ну, мы имеем сегодня некоторый откат, да, от такого нахрапистого, так сказать, на сколько на школу со стороны разных там товарищей, которые хотели свои задачки порешать, значит, но мы не исключаем в любом случае возможности повторения в какой-то форме в этой истории. Конечно, конечно, конечно. Зарабатывать денежку всем хочется, да, и все эти, значит, Big Pharma и все остальные ребята, они совершенно не собираются отказываться от своих планов. У них уже, так сказать, дома построены, к домам надо фонтаны проводить, у них все запланировано, им надо срочно все это как-то решать, эту проблему, вот. Поэтому, ну, посмотрим, дальше противостояние будет идти, и по ходу песни, что называется, я буду очень признателен, если вы будете информировать о том, что у вас нового происходит. Да, конечно. В любом случае, я повторю, да, что мы в описании к этому видео я положу вот презентацию, Наталье вашу, да, с тем, чтобы, ну, и все контакты, опять-таки, да, там напишу, да, чтобы вот в вашу группу можно было обратиться, в том числе и с какими-то комментариями, за комментариями, за разъяснениями и за какой-то текущей помощью. Вот. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я думаю, что мы действительно вернемся с вами к разговору еще о медицинском аспекте применения электронных образовательных ресурсов. Потому что там тоже эта скорость не нарушается, и это... Да, и это очень интересный вопрос, на самом деле, который, кстати, очень плохо исследован, в том числе и в правовом. И единственное, я просто на будущее даже скажу, что именно то, что нарушается, что под угрозу ставится здоровье наших детей, это едва ли не единственный и самый главный наш аргумент при взаимодействии с властями, внедряющими это, потому что именно в этой части нарушения наиболее болезненные. Они бьют по самому святому, по здоровью наших детей, по тому, кем они выйдут через 10 лет. И на самом деле это тот аргумент, который, в общем-то, проще всего понять, потому что дальше начинаются крики про то, что вы мракобесы и все остальное, а вот здесь, извините, но тут как бы против этого, что называется, аргумента уже так не скажешь. Спасибо огромное, Наташа, спасибо за этот разговор. Я думаю, что мы с вами еще через недельку, через полторы обязательно пообщаемся вот уже по поводу электронных всяких разных штук. Будем на связи. Давайте, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.